Я достиг многого, путешествовал и читал лекции по всему миру. Знаете, я был научен методологии науки, я был научен анализировать, я был научен проверять все, что я читаю. Все должно быть логично. Есть определенные вещи, которые ты просто не можешь понять. Я родился в Монреале в еврейской семье. Мои бабушка и дедушка эмигрировали из России. Мой отец служил в канадских военно-воздушных силах, и он был частью англо-канадских сил, когда они освобождали концлагерь Берген-Бельзен. Я очень сильно идентифицировал себя как еврей, но не религиозный. У меня была бармитсва, я ходил в обычную школу в Монреале, учился в Магиллском университете. И затем, как хотела бы любая еврейская мама, я стал доктором. Я практиковал, учил и жил довольно комфортно и успешно долгое время, не ожидая ничего больше, чем остаться здесь до конца своей жизни. Пока в Квебеке не начала ухудшаться ситуация, и начал проявляться антисемитизм, и происходили другие вещи. Мой дедушка, отец моей мамы, прекрасный человек с добрым сердцем, он шел на почту. Ему нужно было отправить письмо, и с ним отказались даже разговаривать. Я помню его на нашей кухне в слезах. Мне это очень не нравилось. Я решил, что это не то место, где я хотел бы жить, не то место, где я хотел бы воспитывать детей. Я собрался, уехал из Монреаля и оказался в библейском поясе в Техасе. Я оказался в Далласе, начал врачебную практику и был представлен персоналу. Одна женщина встала, она подошла и сказала, «Расскажите мне о себе». В то время я был очень поглощен собой. Я многого достиг, я читал лекции по всему миру. Религия совершенно не была частью моей жизни. Я не привык к людям, которые основывают свою жизнь на религии. Я не привык к людям с духовным основанием, а она была именно таким человеком. В ней что-то было. В ней был мир. В ней была цельность. В ней было что-то, чего не было у меня. Иисус был некой концепцией, которую, насколько я знал, христиане приписывают чему-то вне этого мира. Но что касается меня, я еврей. У меня свой путь. Чем больше она рассказывала мне об Иисусе, о Боге, тем больше я начинал понимать, что это что-то, в чем я, вероятно, нуждаюсь. Знаете, начинать новую жизнь в чужом городе на том этапе моей жизни было большим вызовом. Я был в страхе, я опасался, и было много вещей, с которыми я боролся, пытаясь устроиться. И вот была эта скала, на которой она твердо стояла. И это было что-то, в чем, как я чувствовал, я также нуждался. И в какой-то момент она задала мне вопрос, «Ты не считаешь, что тебе следовало бы поблагодарить Бога за некоторые вещи, которых ты достиг?» И я очень серьезно задумался об этом на короткое время и сказал, «Ну, я думаю, я мог бы отдать Богу должное». Мы с Доной поженились в 2010 году, и на нашу первую годовщину, после некоторых колебаний, мы решили, что поедем в Израиль. Мужчина, который был нашим гидом, был очень... Он был мессианским евреем. Он вырос в традиционной семье практически такой же, как у меня. И он водил нас от места к месту, рассказывая все в очень еврейском контексте. Все было связано с Библией. Все было связано с Иисусом. И чем больше и больше мы узнавали, тем больше это становилось реальностью. Мы были у стены плача. И когда я начал молиться, это всеоблемлющее присутствие окутало меня. Это было тепло. Это было давление. Это было так, словно меня кто-то обнял своими руками. Я услышал голос. «Ты дома. Я вернул тебя назад, туда, где ты должен быть. Ты в безопасности. Я пережил невероятное, просто невероятное чувство мира, невероятное чувство спокойствия. Я был убежден. Я имею в виду, что у меня не было вопросов о реальности этого моего переживания. Но знаете, как евреев, нас всегда воспитывали с верой в то, что если ты собираешься быть евреем, ты не можешь верить в Иисуса. Ты не можешь верить в Иешуа. Потому я подошел к нашему гиду в то утро и сказал ему, «У меня есть к вам несколько вопросов, потому что он вырос в традиционной еврейской семье, и вот он верующий мессианский еврей. Мне нужно знать, как у вас это получается». Когда он объяснил мне, что ты можешь верить, ты можешь принять Иисуса как своего мессию, и что это не значит, что ты перестаешь быть евреем, ты не отказываешься от своего еврейства, чтобы поверить. Это было буквально так, словно кто-то включил свет. В тот вечер пятницы, который по стечению обстоятельств оказался первым вечером Пурима и всех мест, где можно было бы получить спасение, я имею в виду, если бы написать к этой истории сценарий, я не знаю лучшего места, где я хотел бы оказаться. Я принял Иешуа, я принял Иисуса как своего мессию. Я посмотрел на Дону и сказал, «Я тоже понял это». Я стою на том же основании, на котором стояла она, потому сейчас это не просто мы вдвоем, но мы вдвоем и Иешуа.